Продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса. Силы ЛНР и ДНР освобождают населенные понты. Российские военные ликвидируют инфраструктуру украинской армии. Националисты понимают, что терпят сокрушительное поражение и всячески терроризируют мирных жителей, используя их в качестве живого щита. Едем срубежно. Украинские войска полностью обстреливали такими артобстрелами населенный пункт. Стреляли по населенным пунктам в места убежища людей. Полный город руин и трупов. Понимаете, не давали, мы не могли два дня выехать. Они заминировали город, не давали кордоны для проезда. Мы спрятались в школе. Нас три раза обстреливали школу тяжелой артиллерии. Оборонное ведомство ЛНР продолжает оказывать помощь жителям освобожденных населенных пунктов от украинской армии. Военнослужащие народной милиции ЛНР и ветераны-афганцы доставили гуманитарную помощь населенные пункты. Новая Астрахань и Варваровка, Кременского района. Гуманитарная помощь прибыла из Екатеринбурга. В состав груза вошли теплые вещи, детские игрушки, медикаменты, питьевая вода, продукты питания и сладости для детей. Логочинный Свято-Елинского мужского монастыря в Варваровке рассказал, что привезенные продукты питания и одежды будет роздано беженцам из Северодонецка и Рубежного, а также нуждающимся жителям Варваровки. Там есть люди-беженцы, у которых нет вещей, которые бежали из дому. В чем стояли, в том же бежали. Дома поразбиваны. Это для людей. Вовремя. Из рубежного выходят люди. Ночью было позавчера 50 человек, по-моему. Вчера пару семей тоже выехало на Луганск. Поэтому есть нуждающиеся и в одежде, и в еде, и в питье, потому что нет ни хлеба, абсолютно ничего. В поселке нет ничего. Здесь только в монастыре, в радиусе 5 километров, где-то, где люди могут прийти, погреться, покушать и укрыться, потому что подвалов нет, убежищ нет здесь. Народным лицам выражаем благодарность за доставку, за разгрузку. Ну, просто за поддержку, как бы. Сейчас, как бы, каждое слово приятное, но имеет вес. Поэтому, спасибо Господи.